Ирина Кравчук возглавляет Ивацевичскую организацию профсоюзов агропромышленного комплекса с 2003 года. В жизни регионов есть своя специфика, говорит Ирина Викторовна. И главной задачей своей профсоюзной организации считает идти в ногу со временем и действовать с общественными структурами и органами власти сообща. Только таким образом, консолидируя все силы, можно решить ту или иную проблему. Очень модное такое понятие есть в профсоюзной деятельности, как социальное партнерство. То есть это совместная деятельность нанимателя и профсоюза, которая направлена, естественно, на улучшение жизнеобеспечения нашего населения. 65 лет прошло со дня образования областного совета профсоюзов. За это время для осуществления главной задачи – защиты социальных и политических прав и интересов трудящихся использовались самые разные формы и методы работы. Правкомы активно участвовали в решении задач социально-экономического развития области, а также во всех общественно-политических событиях, происходивших в стране. Сфера здравоохранения, образования и науки, местной промышленности и агропромышленного комплекса. В борьбе за обеспечение достойного уровня и качества жизни работников было сделано немало. Один простой пример. Совет министров принял постановление о больничных листах. И только лишь благодаря Федерации профсоюзов, активному участию первичных профсоюзных организаций, значит, это постановление было принято в новой редакции. Соблюдение прав человека, достойный уровень оплаты труда, а также безопасные условия деятельности – три главных постулата, на которых зиждется работа профсоюзов. Для того, чтобы они могли заниматься этими краеугольными вопросами, была разработана правовая база, которая позволяет грамотно регулировать интересы граждан и выстраивать конструктивные отношения с нанимателями и государственными органами. В области, как и в целом в профсоюзах, выработан механизм представления защиты интересов людей. Это на уровне республики генеральные соглашения, на тарифные отраслевые соглашения на уровне отраслевых профсоюзов. И у нас есть местные соглашения, территориальные соглашения между органами власти, объединениями нанимателей и профсоюзами. И это создает такую правовую основу, базу, для того, чтобы можно было защищать как раз интересы людей. Создание условий труда и культуры производственного быта – главное направление в работе областного совета профсоюзов в предстоящем году. Они продолжают играть в стране значимую роль. Рука об руку теснейшим образом работают с правительством, обл и горе с полкомами, с другими структурами и органами власти для создания нормальных условий жизни людей.